Патруль Тольятти Задержанным водителем-бегилицом оказался 25-летний молодой человек, который перевозил с собой еще четырех пассажиров. Вы даже по правам, если я являюсь гражданином СССР, вы меня даже не имеете права задерживать здесь в машине. Знаете, в каком году СССР ты стал существовать? Он до сих пор существует. Вы родились в 94-м году. У вас уже свидетельство о рождестве было Российской Федерации. А вы паспорт его видели? Российская Федерация, паспорт это просто является липой. Пройти медосвидетельствование парень согласился. Результат оказался положительным. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Ну, догонял-то. Да? Да. Белор. Хорошо, бебе. Так у него пираты, я думаю. Да? Да, тоже. На М5 «Газель» врезалась в КамАЗ, а после этого в Форд. Водитель «Газели» ехал по трассе в направлении Тольятти. В районе 1028-го километра трассы он въехал в стоящий КамАЗ. От удара его отбросило на движущийся в попутном направлении Форд. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ огородили место аварии и перекрыли дорогу на время работы спецтехники. Полицейскими были установлены и опрошены очевидцы случившегося. Предварительно в ДТП пострадал один человек. За вчерашний день на дорогах Тольятти произошло два происшествия, в которых пострадали два человека. На нерегулируемом перекрестке Ленина-Мичурина столкнулись две лады. Мужчина на Весте при проезде перекрестка не предоставил преимущества в движении, тем самым создал аварийную ситуацию. Столкновение с Калиной избежать не удалось. Удар пришелся в водительскую сторону. Пострадала пассажирка Весты. Ее госпитализировали в больницу. Позднее на об одном шоссе 22-летний водитель на иномарке не справился с управлением. Машину занесло и она врезалась в бордюр. В этом ДТП также пострадала пассажирка. На месте аварии девушку осмотрели медики. С предварительным диагнозом перелом руки ее доставили в медучреждение. В ГИБДД напоминают, что транспорт – это средство повышенной опасности. И стоит быть внимательнее и осторожнее за рулем. Толетинские пожарные оказали первую помощь женщине, попавшей в ДТП до приезда скорой помощи. Авария случилась 22 апреля на улице Вокзальной в районе 12-й КПП ВАЗа. Там Калина сбила женщину. Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели женщину, лежащую на проезжей части. Скорая помощь подъехала через 8 минут. К этому моменту пожарные как раз закончили оказание первой помощи и перевязку. Женщину доставили в нейрохирургическое отделение 5-й горбольницы. Камера видеорегистратора зафиксировала злостного нарушителя на улице Заставной. Водитель на Калинии в нарушении правил дорожного движения выехал на встречку через две сплошные. При этом он создал аварийную ситуацию. За подобное автовладельцу грозит штраф или лишение прав на срок до 6 месяцев. В центральном районе был зафиксирован еще один нарушитель. Автолюбитель на Митсубиши начал движение на красный свет. Помимо этого он проигнорировал ПДД. Водитель чуть не спровоцировал аварию. За это ему грозит штраф в 1000 рублей. А если в течение года водитель повторно проедет на красный свет, то штраф вырастет в разы до 5000 рублей. Или же водителю придется лишиться прав. Официальный дилер «Лада» автосалон «Агролада-сервис». Автомобили в наличии. Тест-драйв. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Скидка 10% на автомобили по государственным программам. Первый семейный автомобиль. Льготное кредитование. Страхование. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Гарантийный ремонт. Сервисное обслуживание в рассрочку. Тольятти. Улица Ботаническая, 10. Телефон 8482-75-91-11. Редактор субтитров А.Семкин